Если бы еще полгода тому назад, кто-то мне сказал бы, что я буду участвовать в выборах в качестве кандидата президента Азербайджана, я бы рассмеялся. Дело в том, что я абсолютно далекий от политики человек и оказался втянутым в это дело вопреки своим желаниям и намерениям. Я писатель, сценарист, театральный драматург, режиссер. В советское время я не был коммунистом, но и не был диссидентом. Старался писать правду о жизни своего народа. Я удобная фигура, поскольку у них между ними сложные отношения. Нужен был некий нейтральный человек, известный, популярный, против которого нет таких открытых настроений в обществе. Вот это все сделало меня именно той наиболее удобной фигурой. Я сперва создал форум интеллигенции, то есть сформировал какие-то зачатки гражданского общества и зачатки общественного мнения. Затем создал национальный совет, то, чего не удавалось людям на протяжении 20 лет. Национальный совет уже начал действовать. Национальный совет объединяет все сильные оппозиционные партии. Они, эти партии, обладают мощным электоратом. Достаточно приехать в Москву, в Баку сесть в такси и задать вопрос таксисту, как он относится к власти. И вы получите полную картину того, как народ относится к власти. Это уже невыносимо. Людей обирают, у них отнимают их дома, бизнесы, выгоняют. За это обирают всяческими налогами, взятками. Миллиарды денег тратится. Все то, что добывается из недр Азербайджана, создается трудом азербайджанского народа. Все это на 80% воруется и тратится на утверждение власти. Я понимаю реальную силу сегодняшней азербайджанской власти. Но еще не было в истории диктатур, которые мы держались вечно. Это одна из старейших диктатур в мире. Она обречена. Первое, что надо сделать, перестать воровать, прекратить коррупцию, прекратить чудовищную дискриминационную налоговую политику, когда людям не дают работать. Дать возможность. Азербайджанцы очень предприимчивый народ. Куда бы они ни поехали, они умеют создавать бизнесы. В Азербайджане это единственное место, где азербайджанец не может создать бизнес. Я же дал слово, вернее согласился только на два года. Даже будучи избранным на пять лет, я прихожу на временный переходный период, на два года. За это время надо избрать парламент, провести конституционные изменения, дающие больше возможностей парламенту и правительству, неже президенту. То есть перераспределить полномочия. Я временная фигура по многим обстоятельствам. Во-первых, потому что мне 74 года. Во-вторых, у меня очень много дел. И мне надо знать, на что потратить оставшееся время. Кинематографический опыт помогает только в том смысле, что я набираю впечатление до будущих работ. Большое спасибо. Продолжение следует...